всем привет дорогие друзья и гости канала с вами вновь в игре евротрак симулятор 2 на карте русмап версии 1.6.4 а также южный регион версии 5.0 бета там артем все делают 6.0 версию но пока играем на старой версии и ждем с удовольствием новую вы поняли мы все играем сейчас краснодарском крае опять же везем бочку рост нефть с туапсинского нпз по-моему мы здесь находимся да да тапса я так и угадал и сегодня мы с вами едем едем аж куда черкесск так так вот я так но тут у нас перевал здесь мы через перевал не проедем пойдем а мы там страсть какая дорога да но пойдем ладно назад как мы сюда ехали потому что через перевал здесь конечно страшная сила или давайте про это все-таки через перевал да будет интереснее не так и простоял маршрут пройдя сейчас удалю все это дело не надо поставить маршрут отсюда так что то давайте так сделать брос маршрута сделаем вот так вот и вот так ах то зараза не хочет ну ладно самое главное понять самим что нам надо ехать не наверх а вот здесь сейчас будет уйти через r254 сейчас в общем разберемся находимся на нпз рост нефти в туапсе на нашей старой американской вольво так давайте запускать мотор есть пошло дело так ну и чё в путь да там он играл так что нам надо поставить давайте поставим расход топлива кстати достаточно легко пошла а сколько штамм весу давайте глянем сколько штамм весу 20 на тонну а чё тут так легко пошла я прям реально в шоке я думаю будет намного тяжелее смотрите сколько тут цистерн стоит так а как нам выходить там по прямой да по моему да да здесь у нас нет выезда так что выходим по прямой так что тут у нас нету там никого не никого нету здесь никого нету туда поезжаем о как я соскучился поэтому американскому движку я просто очень что-то давно не заходил в игру хотя можно было бы в american track погонять но я все жду даже все-таки изменится масштаб карты как они разработчики нас анонсировали изменение масштаба карты так вот здесь так надо да нет не здесь еще на мост заберемся а там будет съезд вот жду увеличение масштаба карты чтобы было более интересно кататься между городами так давай заедет не да и ну а также жду конечно все вы знаете эти новости выхода франции обязательно надпись покатаемся посмотрим францию давайте наверно свет выключим столбик аппарата думаю сотрудник не обидится так как бы нам не зацепить в общем вопрос приходим проходим там проходим вот до него еще целый метр все нормально прошли опты прошу прощения хотел шестую поставить поставил четвертую от выхода руля немного также одна из новых новостей интересный для меня как для любителей дафа то что все-таки произойдет и стайли ох ты блин притис туринг мода точнее не мода а модели дафа в игре старом стопе попали дальше проехал дальше проехал потому что я очень люблю эту машину мы с вами обязательно не покатаемся так как он так меня въехал может быть это из-за того что все-таки модно не дефолтная тоже мне кажется если машина была бы дефолтная они все-таки бы остановились и пропустили нас так что там проходим проходим все скоро начнутся перевалы блин там ремонт дороги не знаю как мы проедем так то все у нас кончилось так что тут на знаке у нас водитель полный скорость на дороге память одна человечек стоит на остановке блин а неровности думал сейчас опять все в кабине прыгать так вот начинается конечно перевал зря я конечно может быть здесь поехал с таким прицепом хотя нам что там через перевал что здесь через перевал 30 скорость так давай 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 аккуратно пройдем интересно здесь нет так аккуратно трафика там вроде нету да все подкидь дорога конечно здесь мне кажется мы опять опоздаем как в прошлой серии потому что ну рассчитана скорость в игре здесь средняя очень большая при переводке груза мы сейчас где-нибудь вот так будем плестись и как всегда не успеем все подъезжаем перевал перевал да да то как кпп работаю был бы автомат был бы намного проще так ну что здесь паровозы ходит нет какая же красота зря не зря точнее хорошо что я здесь поехала так представляете будет не поехал какая тут красота так сюда на на положено вся душа автора ограничение 70 но мы конечно до такой скорости вообще хрен разводимся давай давай садиться в булор блин не хочу понижающий ряд включать может залезет добро пожаловать бойцкий перепал блин какой же тут ужаса вообще вот эта дорога вот эта атмосферность там какой-то ремонт дороги наверно или что или это просто еще уже там добавили завалы блин то едет то не едет вот здесь мы можем не попасть все нормально прошли асфальт здесь конечно ужасно я кстати смотрел недавно какую-то из передач сказали что качество дорог в россии где-то на восьмом месте по сравнении со всей бывшему сомнер в то есть где-то там прибалтики конечно лучше точнее сейчас снг бывшего ссср прибалтики конечно лучше дороги мы как бы на восьмом месте не знаем зря до одиннадцатую поставил шоу мя коллега стоял наверно может быть он родом отсюда стоял отдыхал тут у стояночка есть ох какой ужас нас ожидает ребята это вообще я надеюсь меня будет слышно потому что здесь все еще в кабине будет прыгать от такой дороги ух ты какой подъемчик держим тормоза ох какой ужас потихонечку потихонечку то разфигачим сейчас всю пшину хрен литадера у меня нету если только тормоз двигателем использовать так а вот здесь повернем интересно нет так так проходим или не проходим не пойму блин давай 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 родной прошли прошли на 40 да разгоняется неслабо с бугра на 21 тонна все-таки бензина да сейчас еще какой-то будет ужасный поворот ну да в срок потом и не успеем на хоть нам как-нибудь при привести так скажем опять нижний ряд третью передачу и пошли потихонечку никого нет никого нет это хорошо какой пыли соус у нас да смотрите сколько пыли сзади я бы не хотел ехать за этой машиной какой-нибудь легковушечки если правда закрыть окна включить кондиционер в принципе не так страшно что у нас есть одно преимущество у нас длинная база сравнить с европейскими грузовиками и машину вас не так качает и так прыгает это как знаете после жигулей сесть на волну покажешь это просто кораблем как я свою служебную волну называю белый титаник потому что это реально просто бешеные ощущения от управления правда это зараза сейчас сломалась но это другой разговор так тут у нас пока все не так плохо давайте поднажмем ой все дребезжит как раз в пол видно что-то не очень хочет ехать она она немножко может как утопает в этом хрунте ли что здесь насыпь когда это насыпано поэтому и намного тяжелее ехать чем по асфальту но на поедем пока на восьмой хотя учет нам пора уже конечно щелкать вниз парик не едет давай на первый на третий не едет так чё у нас тут никого нету это хорошо хотя может быть не зря мы здесь поехали потому что мы пройдем каменья прошли потому что там помните был очень массивный большой трафик но очень часто и мы там попадали в дтп блин а друг ты вот тут стой тормози чё едем какая передача назад едем опускаем это товарища пускай он заезжает и не микро за генит давай друг проезжай пошел 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 давай 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 успеем проскочить до следующей машины так успеем проскочить до следующей машины прошли ну вот хоть не скучно пропускали фуру сдавали назад правда так сдавать назад тоже опасно можно блин опрокинуть прицеп у нас недавно тоже в поселке опрокинулся прицеп тонар я так понимаю он цепанул обочину блин ну тут чё ну в общем цепанул обочину насколько я понимаю и центр тяжести усакой чуть-чуть завалился и беда и перевернулся а здесь я тоже мог сейчас ехать там и все о нормально ну бывает ничего страшного дружище там менты стоят аккуратненько так ну чё сам ужас мы наверно проехали да здесь дорога пошла палачее ой тихо 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 какой ужас а ну ладно бедная вольвер по терапии переберем мы тебе потом подпесочку о какой ужас я таких дорог в реальной жизни уже давно не встречал но у нас как-то получше будет не едет давай 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 как тяжело она идет а вроде так пошло у нас да шустренько а сейчас что-то не тянет нифига или может у нее какая-нибудь проблема в двигателе это знаете как вот у меня жигули классика была служебная семерочка инжекторная там такая интересная вещь там есть подогрев дроссельной заслонки зимой вещь просто незаменимая но летом когда понимаете вот где-нибудь в пробке стоите в городе тасол сильно нагревается движок сильно нагревается срабатывает этот вентилятор а там получается этим тасовым антифризом греется дроссельная заслонка и получается дроссельная заслонка горячая греется этим ну охлаждающей жидкостью и гребет воздух поступающий в этот в двигатель а машине нужен холодный воздух то есть холодный забор воздуха из-за того что воздух греется она блин ни хрена не тянет так тихо переезд у нас смотрите какой банк клёвый с жигулями охренительно это у нас то если есть у м4 у нас есть в Тульской области на московском посту стоит москвич ебддшный такой советский классно смотрится как памятник сделан как стелла тоже вот это тоже очень красиво смотрит так ну тут мы вроде как уже более-менее дальше пошли с нормальной скоростью надеюсь не опоздаем хотя все возможно так что наступим ну пока хватит Хадыженск вот это название или Хадыженск я просто не здешний кто знает братья в комментарии в комментарии итого у нас сегодня уже одно ДТП и один раз я встал не ту передачу уже все прошло не так гладко как хотелось бы кольцо тормози кольцо тормози блин кольцо какое неудобное узенькое так так тут же еще подождешь прям как нацепить зацепили очень узенько теперь там останутся черные следы наших колес на бордюре по горзам ну вот я думаю сейчас не так долго будем ехать там все-таки самый основной перевал проехали посмотрите как прям забросается вот эта желтая ограда прям так ярко покрашена свежо не знаю даже как-то реалистично что ли когда свежим покрасит или красным или желтым там так классно это смотрится пошли дальше десятое расход топлива кстати у нас подрос да у нас был 37 что ли а сейчас уже 39,2 но все-таки через перевал перебирались там машину с не тянуло совсем не фиг так ну и немножко отвык я все-таки экономить топливо я просто очень давно не играл вид с так-то я обычно как-то старался экономить меньше там на газ нажимать вовремя включать нужную передачу сейчас немножко экономия все кончилось вон еще уже 39,3 расход попьет пошли давай давай бугор при речной при речной проезжать сейчас будем давай забирайся забирайся майкоп прямо по курсу так а мы здесь через майкоп не пройдем да при речной октябрьский майкоп в принципе и пройдем а давайте мы не будем все-таки тратить времечко мы там как-нибудь еще побываем обязательно так поворачиваем так никого нету сразу на седьмой поверну не будем щелкать нижний ряд ну даже в игре вот знаете едете как-то воссоздана природа и на Краснодарском крае то есть все такое яркое прям вообще красиво светлое сейчас выходим опять же на Федералку что за река не как белая только она совсем что-то не белая так купаться сейчас блин хрена становишься сейчас же дежурит у нас группа от администрации оперативные группы такие которые пресекают купание в неположенных местах так поморачиваем аккуратно в компанию опять не вошли надо было чуть дальше взять тогда все-таки нижний ряд включить ох ты чёрт отвык 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 знаете я все-таки включу уже ближний уже ближний пора по глазам пока нет никого очень короткая полоса разгона вот так вот хрен разгонишься если надо блин не едет поставим тогда восьмую передачу давай 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 светофор ребята что вы стоите давайте побыстрее побыстрее надеюсь поворачивать не будет а то сейчас придумает прям самый последний момент насчет поворачивать так продукты хорошо хоть вроде видно да будет когда зеленый загореть красный это не видно это как вид есть вот эти козырьки 900 и кинворд блин ну смотрится я согласен вообще охренительно но не видно ни хрена ни указателей ну дорожных ни светофоров вообще не видно так горит красный не хотелось промазить но придется поехали поехали да и расход топлива бузует и бузует вверх ну это я просто очень кручу движок надо меньше крутить блин опять красная по пальце на все красные прям фартит нам сегодня какой ряд нижний нижний все все тогда стоим ждем так поехали так хорошо что я стоял в этом ряду смотрите сужение дороги ну правда если бы кто-нибудь сейчас поворачивал налево попали бы мы в хорошую передряху блин ну зеленый успеем опять не успели а одни красные а тормози блин фу остановились думал все не успеем так ехать нам бы осталось совсем чуть-чуть так а тут что тоже просто дорога на промзону какую-нибудь о шашлик мошлик арбузы понятненько апельсин и абрикосы у нас обычно привозят все это дело поездами ну раньше по крайней мере сейчас то наверное все таки все тоже рынками продают а раньше прям проводницы поездами привозили что ж оно так тянет хреново такое чувство что там не 21 ну не 21 тонна не знаю все 45 так блин 40 вот что 40 ставить знак ну я просто так на хас не буду нажимать пускай сама сбрасывает смысл а понятно почему тут 40 тут какой-то ремонт дороги асфальта не хватает давай 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 пошла 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 так а это что интересно растет такой прям или это просто трава а там поля да сразу смотрите какой пустарник интересный возле дороги хоть хорошо окошено ну лэп идет 110 тысяч или 220 тысяч такая вот массивная большая там тоже на них хвосты какие-то есть так время уже вечернее Кировец тут стоит о чем тут стоит интересно поле вроде еще не убрано так наконец то поставим 12 перед ним подачу как я помните уже говорил что у нас здесь 12 ступенчатая коробка но уже приколхожена переделана так что тут должна быть 13 стук какая-нибудь Титан Фуллер но уже все переделано стоит обычно 12 стук айшифт наверное или что-то там такое не знаю или айшифт это автомат в общем что-то приколхозили мне конечно нравится это дерево такое знаете как вот пленка раньше на Волге приклеена какой-нибудь правительственной Волге там даже не деревянные вставки были а вот такой пленкой приклеена под дерево ну прям такие ретро времена так классно это смотрится ностальгически так что там у нас есть ну нас пустили хорошо внимание дорожной работы ну без этого никуда так и такое туда сужение надо туда тоже переходить на ту полосу да тут со светофором нет? нет наверное даем просто прям ах ты тут как блин хреновато узенько не нормально прошли нормально новую полосу кладут будет разделенка это хорошо намного безопасней просто с таким количеством автомобилей которые сейчас есть в мире очень мало дорог конечно для этого приспособлены так что разделенка это безопасно и очень хорошо так все уходит туда на ту полосу все и по газам пошли дальше и опять сужение ну возможно тоже когда-нибудь сделают еще шире дорогу где-то смотрите разделенная такая то есть как говорится мне и тебе сейчас один обгоняет потом другой обгоняет вот вечереет красивые кстати облачка так 70 что здесь наверное опять пуст 40 да тут наверное камеры висят тормози точнее ох а 40 вроде знак был вот это какой-то косяк реально реально какой-то косяк тогда надо там было писать там 20 и знак стоп вешать контроль вот это косяк так ладно как бы не жалко конечно но все равно все равно недоработка я имею ввиду денег не жалко так ну что огонь вот этот зерновоз или это может быть цемент блин а там уже поворот тогда скорее всего не возьмем да не едет у нас машина блин пусти меня друг есть залезли есть залезли так ну и сейчас уже уходим на черкесск нам торможено торможено и в разуме давай 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 ДАВАЕССЯ и так заранее цепление отпустил чтобы оборотов побольше было так, что там? нету тут зашли давай, давай, давай не едет машина совсем или может я уже привык к какой-нибудь там европейской, ну в Скане у меня там правда тоже мало лошадей там 480 что ли ну не знаю, кажется как-то прям не едет и все или я отвык просто давай, давай скорее всего я просто-напросто отвык мне кажется, что она совсем не едет но мы на ней конечно же пока еще покатаемся она мне очень нравится пока еще покатаемся на ней а потом может быть еще что-то найдем интересное из грузовичков опять какой-то ремонт дороги вниз светофор стоит ну давай уже дома говорит красный не загорайся зеленый грузич о, пошли вот такая перегазовочка чтобы передача вошла темнеет темнеет, кстати, смотрите прям вот сумерки вроде как самое опасное время потому что нифига не видно фары еще хрен светят а уже темнеет а если с тонировкой я вообще не представляю как люди ездят еще если у Балуха затонирована это вообще ужас ну, безбашенные что-нибудь водители через сплошную обгоняют в последнее время в реальности что-то стали все какие-то бесстрашные обгоняют через сплошную или у них денег много или мозгов совсем нету я не представляю мне, конечно, тоже там иногда бывает ношусь быстро но сплошная для меня это, конечно, закон я никогда не обгоняю через сплошную так, давайте мы сюда зайдем блин, а я там, интересно, заеду? нет? я на виду прям вот зайду как надо зайду, наверное, да? так так или не я, наверное, тут не зайду, да? с нашей здоровой бучкой я, наверное, тут не зайду не, ребята, здесь я не зайду так, просто идем назад так, прямой пройдем, не пройдем 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 тихо, тихо, тихо тихо, тихо поднимем чуть-чуть тихо там бы я не зашел я бы сбил вот этот, именно сарайчик, так скажем где стоят эти насосы, если не умею ты это выдним ну давай уже, пройдем есть ну все, ребята, приехали отцепляемся и того ну все хорошо доставили груз ну вот на этом в общем все увидимся с вами в следующей серии смотрите другие видео на моем канале всем удачи всем пока ну и до новых встреч